привет всем дорогие мои зрители сегодня хочу снять аромат от марки lolita olympica аромат называется эль лолит олимпика у меня флакончик 50 миллилитров купила я год тому назад данный аромат заплатила 54 евро 40 чем ты зима и сделали мне скидочку минус 5 процентов скидки в общем вот так вот выглядит сзади вот этот вот эта коробочка дно выглядит вот так смотрим внимательно и сверху если вы заметите здесь выцвела коробочка видимо давно стояла у меня флакончик 2009 года а сам аромат выпустили 2006 года если я не ошибаюсь в общем вот так вот выглядит коробочка когда вы открываете так это все выглядит вот так вот так самое интересное надо смотреть там сердечко простою я это прекрасное сердечко морское и вот как середине коробочка выглядит в общем коробочку мы отставляем будем мы смотреть и рассматривать вот этот флакончик конечно же флакончик очень красивый вот такую красоту действительно хочется иметь у себя в парфюмерном гардеробе сделано очень красиво форма сердца стекло голубое жидкость темного зеленого чая в общем как то я его пробовала прошлом году то есть прошлой зимой в месяце февраль наносить на мою кожу как то я его не могла понять мне он показался кофейный коричневый то есть давал корицей сегодня я его нанесла на мое запястье я чувствую корицу и специи в общем такой специфический аромат но красивый сейчас он не больше нравится здесь вот как красиво все оформлено рассматриваем флакончик вот здесь это буковка л тоже прицепили как будто бы какие-то камушки это у нас такая вот сетка пластмассовая вроде бы не железная такая мне кажется какая-то она такая мягкая в общем интересный материал здесь видите горлышко вот этого флакончика перемотана золотой нитью и как же наносится наносится он вот так то здесь надо нажимать и надо брызгать на руку кстати инструкции как пользоваться флакончиком здесь указано видите и сейчас хочу вам его немножко описать в двух словах вот сейчас реально я слышу корицу сладкий ну и сразу отдается какой-то перчик перец но это не розовый перец именно какой-то черный перец я так понимаю или белый перец бог его знает ну что-то такое перченое вместе с корицей очень интересная интерпретация он теплый средняя стойкость шлейфа нет потому что он сидит близко к коже летом я его пробовала наносить на мою кожу в общем мне он летом вообще не понравился пробовала я его носить осенью более-менее в общем ну и сейчас у нас весна прохладная погода мне он нравится в жару я его не понимаю он не раскрывается наоборот он какой-то не очень приятный становится на коже поэтому я так думаю что этот аромат не любит тепла он любит прохладу пусть это будет зима пусть будет это прохладная холодная поздняя осень и ранняя весна ну вот так вот что еще могу сказать про данный аромат конечно же его в продаже сейчас я больше не вижу я действительно умудрилась купить вот этот единственный флакончик но мне придется с этим очаровательным красивым морским сердечком попрощаться потому что моя дочь хочет его к себе ее парфюмерный маленький гардеробчик и так как у нее скоро день рождения я решила ей подарить вот этот красивый аромат который она сама для себя выбрала я надеюсь что вот этот прекрасный флакончик будет радовать ее туалетный столик или ее полочку на которую она поставит вот этот ароматик и будет вспоминать меня в общем я навряд ли буду его носить поэтому я с удовольствием до моей дочери сейчас он более теплый и немножко слышится какао не знаю откуда там какао потому что мне кажется в пирамидке данного аромата какао нот какао нету но я почему-то ощущаю на моей коже в общем аромат очень приятный гурманный но не является данный аромат как мы можем себе представлять там булочки испеченные булочки хотя сейчас я слышу ваниль если честно сказать кондитерскую ваниль начинаю ощущать кондитерскую ваниль вот вот что странное я заметила в этом аромате что он любит перемены он меняется он играет один раз может она раскрыться так друг другой раз он раскрывается как-то по-другому то есть я не знаю зависит это от настроение или от погоды или вообще от чего такие перемены понятия не имею в общем вроде бы душ я принимаю ежедневно то есть всегда наношу ароматы на чистое тело поэтому не думаю что зависит от этого так что ну не знаю в общем ароматик красивущий посоветовать ли вам этот аромат или нет я думаю что его стоит купить если вы его встретите в интернет магазинах и если естественно за него будет просить бешеные деньги я не думаю что этого стоит а если вы его встретите в магазине за нормальную цену конечно же я думаю что его надо не обходить если будет тестер обязательно попробуйте если не будет тестера если вы любите вот что то такое то что люблю я то можете конечно же и рискнуть но это всегда риск я его купа покупала без затеста потому что не было тестера и если честно сказать если бы я потестила его в магазине я вряд ли бы его купила это я вам открыто говорю но не знаю насколько я доходчиво объяснила про данный аромат я надеюсь что он все таки было интересно даже посмотреть на сам флакончик как он на самом деле выглядит и думаю что больше нечего сказать про этот аромат буду я прощаться видите не очень темная жидкость в этом аромате так что вот так вот и на этом я с вами попрощаюсь с вами была татьяна до скорой встречи всех люблю целую пока пока